У остановки горбольница номер один водитель небольшой автовышки скорректировал рабочий график сотрудников медучреждения, как и свой собственный. Специализированный Миссубиши Кантер, который владелец использует для высотного монтажа рекламных и иных конструкций, врезался в микроавтобус медслужбы. В этой машине находились водитель и медработник, которые направлялись по служебным делам в страховую компанию. Шофер УАЗа притормозил, потому что на светофоре загорелся красный свет. Через дорогу пошли пешеходы, а через пару секунд машину бросило вперед, после удара ехавший следом машины. Для водителя Кантера случившееся было самым настоящим конфузом. 40-летний мужчина за рулем далеко не первый год, и совершить ошибку, достойную курсанта автошколы, ему было прямо-таки обидно. Тем не менее, владелец мобильной вышки говорил, что никуда не спешил. И все же разумная скорость оказалась небезопасной. Судя по положению Кантера, сидевший за его рулем, отлично понимал, как можно исправить ошибку. Понимая, что оставшегося расстояния между машинами не хватит для аварийной остановки, мужчина сделал отчаянную попытку нивелировать промах. Он отвернул к обочине, рассчитывая, что машина увязнет в наваленном вдоль стенки снеге. Однако блицплан спасения провалился. Гряда от брошенного в сторону снега оказалась настолько твердой, что Кантер с легкостью заехал на нее. УАЗ все же получил свою порцию разрушительной энергии, но пострадал от контакта больше автомобиль виновника ДТП. Пострадавших в аварии нет. С места происшествия Юлия Зима и Дмитрий Рязанов.